Татьяна 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 Про бюджет Я вообще молчу Мы не говорим о том Куда эти деньги расходятся Есть разные технологии По ремонту дорог У нас время Самые дешевые из них К примеру, при отрицательных температурах Можно заделывать повреждения С помощью смеси�� Жидких битумов Они в 10 раз долговечные Но стоят они Соответственно в 20 раз дороже чем те, которыми пользуются в Омске. Для небольших выбоин или трещин с большим раскрытием лучше подходит струйно-инъекционный метод. В Омске есть такая машина, Бесема, которая может работать на нем, но по факту ее используют на всем протяжении улицы. И она работает не только на небольших выбоинах, где она эффективна, а работает и на маленьких трещинах, и на больших ямах. Потому что городу очень дорого используют три различных машины, тоже с ремонтом. Существуют различные методы, горячий ресайлинг, слои износа в виде слои ресил, которые сейчас стройсервис продвигает, хотя это, конечно, технологии прошлого века, середины. Также для наших дорог лучше использовать где-то щебеночно-мастичный асфальтобетон, где-то холодный ресайклинг. Постепенно, конечно, город к этому придет, но для этого необходимо соответствующее финансирование. К сожалению, в России вообще у нас почему-то не применяют полимерно-битумные вяжущие для асфальтобетонных смесей. Этот вопрос сейчас встает на уровне Росавтодора, но до нас он дойдет, наверное, в следующем десятилетии. Для Омска вообще на стадии проектирования даже просят заказчики закладывать наименьшую дорожную одежду, которая, соответственно, приводит потом к таким плачевным последствиям, и дорого ее обслуживать, естественно. Для Москвы, ну, к примеру, естественно, они не задумываются о деньгах, которые нужно затратить на строительство, в отличие от Омска. Да, 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 я с вами согласна. Ливневых нет. Это только содержание. Что касается ремонта, да, ямочный ремонт – отвратительная вещь, но на него тратят 80 миллионов в год. На эти деньги нормально, можно отремонтировать только одну улицу с полным изменением покрытия. И если бы ямочного ремонта не было, то остальные улицы нам бы пришлось закрыть просто-напросто. Те 650 миллионов, что выделяли из области на ремонт дорог, это все равно мало. Это всего 21 улица из пары тысяч. И это всего 15% от областного дорожного фонда, который в основном за счет города формируется. Даже эти деньги – это хорошо. Такой суммы на ремонт в Омске не было с 2006 года. Если бы такие деньги, как в этом году, предполагается, выделялись каждый год, конечно, у нас состояние было бы намного лучше. Да у нас последние деньги в лужи выкидывают, а в слайд просто в лужу кидают, и все. Какое финансирование может быть? Это просто выкидывается в лужи. Выкидывается, да. То есть у нас технология абсолютно не соблюдается. Абсолютно не соблюдается. С тем, что должно быть. Кто будет это контролировать? Контроля нет. Ну, это не я еще скажу. Деньги, которые необходимы Омску, если пересчитывать деньги, которые нам необходимы, то, что выделяется на один километр, сумма сравнима только с Волгоградом. Остальное в Новосибирске у нас в 4 раза больше, в Москве, естественно, в 30. Построить, например, Ливневку, вы все слышите, конечно, с советских времен у нас Ливневку не строили. И до сих пор ее не строят. И до сих пор ее не строят. Мужчина, если вы хотите выступить, мы дадим вам слово. Ливневку, да, ее не строят. Потому что у нас проще, получается, на все, как вы поняли, на все нужно сейчас. Очень много вложить денег, чтобы потом эти затраты оправдались. Точно так же и с Ливневкой. Чтобы ее построить, надо, например, 100 миллионов для одной улицы. Эти деньги оправдаются за счет ремонтов только через 30 лет. Соответственно, у нас город делает по чуть-чуть, по чуть-чуть. И все это, естественно, разваливается. Никто не вкладывает капитально. В этом все достигло. Сейчас это все в критической доле. Дороги надо летом делать. После распутицы. Технологии нарушаются в Умске абсолютно. Да, они строят. Я с вами согласна абсолютно. Зимой можно строить, но это определенные технологии. Это дорогостоящие материалы. То, что у нас делают, это просто сыпят в яму, в воду. Вы мне часто говорите, как будто это я внукила. Я с вами согласна, да? Да, да, вкладываю деньги, действительно, вкладываю деньги. Я с вами заходит, как я ничего не знаю.